Привет, друзья! Снова в эфире HR-блог Анны Несмеевой. И сегодня мы с вами говорим о социально ответственном бизнесе или о корпоративной социальной ответственности. Давайте разберемся, что это такое. Давненько мы с вами не поднимали эту тему. А между тем, сегодня это очень-очень важно, потому что то, насколько компания повернута к обществу, насколько она видит и общество, и человека, делает ее сильнее или слабее других таких же компаний на рынке труда. Ну и в бизнесе, конечно, тоже. Итак, социально ответственный бизнес – это добровольное решение владельцев компании помогать обществу в разных сферах. Такая помощь обычно основана на нравственных предпосылках и выходит за рамки обязательств, которые накладывает закон. Ну, в каких направлениях это может быть? Самое очевидное – это образование и культура. Компания может помогать в профориентации, приглашать экспертов и организовывать лекции для студентов, создавать обучающие программы совместно с вузами, со школами, с вузами, проводить концерты, выставки, поддерживать музеи и театры. Я думаю, вам такие примеры хорошо известны. Не менее известное направление – экология. Здесь наибольший вклад компаний – снизить влияние на среду. Ну, безусловно, все промышленные компании, все компании, занимающиеся бизнесом, который может повредить экологии, как правило, несут социальную ответственность по очистке окружающей среды, по восстановлению ресурсов, начиная от каких-то небольших проектов до глобальных программ зеленой энергетики. Здравоохранение и спорт. Ну, помимо мероприятий по охране труда и спорта для, собственно, самих сотрудников, компания поддерживает и работников опасного и вредного производства, продвигает спортивные мероприятия, помогает детям, например, заниматься спортом, помогает людям с ограниченными возможностями заниматься спортом, строить стадионы или спортивные центры. Благотворительность. Часть прибыли бизнес может жертвовать на различные благотворительные цели. Это и закупка лекарств, и оборудование больниц, и курирование разных социальных учреждений, детских домов, хосписов, приютов, на адресную помощь людям или финансирование некоммерческих организаций. Здесь короткий дисклеймер. Очень часто, когда мои студенты добираются в курсах до уроков, посвященных КСО и социально ответственному бизнесу, они путают два понятия – благотворительность и волонтерство. Каким-то странным образом они у них склеиваются в голове. Так вот, сразу скажем, что все-таки благотворительность – это решение владельца бизнеса, на что они тратят часть своих средств. И сотрудники могут участвовать в этом, могут не участвовать. В любом случае, это решение компании. А вот волонтерство – это добровольчество, это добровольное решение сотрудников. Помогать каким-то социальным учреждениям, там, не знаю, защищать экологию или делать что-то иное. И в этом случае, опять же, компания может поддерживать своих сотрудников-волонтеров. Как правило, это все происходит во вне рабочее время. Но может этого и не делать. Потому что волонтерство – это зов сердца, это абсолютно бескорыстное решение конкретных сотрудников. Но об этом мы поговорим с вами в отдельном выпуске. Давайте скажем о тех уровнях, на которых может быть КСО. Ну, самый базовый – это когда вы полностью соблюдаете законодательство. Платите зарплату, делайте соцпакет, не допускайте дискриминацию, охраняйте труд, охраняйте окружающую среду. Ну, к КСО это можно отнести условно, поскольку все-таки законы должны соблюдать все компании, а не только социально ответственные. И вот без этого базового минимума, конечно, трогаться дальше нельзя. Ну, глупо говорить о том, что мы строим детские спортивные школы или очищаем водохранилища, а при этом задерживаем зарплату сотрудников. Расширенный уровень социальной ответственности предполагает, что вы, как компания, улучшаете жизнь сотрудников. Даете им дополнительное образование, помогаете повысить квалификацию. Организуете питание, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение, подарки для детей, какие-то массовые культурные мероприятия. Знакомо? Да, наверное, вы это делаете, возможно, даже не относя к корпоративной социальной ответственности. Ну и, наконец, высший уровень, когда усилия компании, выходит вовне и включают различные общественные программы и благотворительность, финансирование социальных проектов в качестве или партнера НКО, или организатора какой-то акции, помощь нуждающимся, забота об экологии и так далее. Давайте поговорим, на каких принципах основывается КСО, они довольно понятны. Во-первых, это публичность и прозрачность. КСО-деятельность должна вестись открыто, и все заинтересованные участники, сотрудники, партнеры, общественность, благополучатели имеют доступ и к информации, и к отчетам о работе. Поэтому, когда я слышу от нескольких своих коллег и учеников нашей школы, что да, наша организация помогает какому-то учреждению, но никому об этом не говорит, они считают, что это пиар, что так нельзя, на самом деле это нарушение принципов КСО. Если это ваша личная помощь, вы можете с ней поступать, как хотите. Но если это все-таки инициатива бизнеса, вы показываете в том числе то, что ваши средства законно заработаны, и вы законно их тратите, то есть что это не черные деньги, там, не какой-то наркотрафик. И также показываете, какую пользу эти средства финансовые или материальные активы приносят заинтересованным лицам. Достоверность. Ну, здесь, собственно, важная история, что ради пиара не надо фальсифицировать, не надо, как бы, делать дутые сенсации. Но я думаю, что все, кто занимается КСО, это понимают. Регулярность. Это тоже очень важная история. Когда все-таки вы берете на себя такие обязательства, вы говорите, что вы понимаете значимость этих действий, их важность для общества. И проводите эти программы длительно. Ну, самый яркий пример. Вдруг, там, перед Новым годом, или перед Днем матери, или перед Днем ветерана, или День защиты детей, в компаниях вспоминают, что надо бы что-нибудь такое благотворительное сделать. Но, друзья мои, помощь один раз в год – это такое утонченное издевательство. Потому что оставшиеся 364 дня эти люди тоже, в общем, хотят есть, пить, лечиться. Там, я не знаю, им нужна ваша поддержка. Поэтому, если вы об этом задумываетесь, то обязательно, обязательно, конечно же, составляете долгосрочный план. Это не значит, что вы каждый день будете этим заниматься. Но, тем не менее, регулярность посещения, регулярность вот таких акций, они очень важны. Еще один очень важный принцип – это политическая нейтральность. КСО не предполагает поддержки политиков, или партий, или каких-то околополитических движений. Она все-таки направлена на интересы общества в целом. Ну и, наконец, актуальность и значимость. То есть нужно понимать, что КСО тогда будет действительно проявлять социальный свой характер, как, грубо говоря, быть вашим вкладом в развитие общества, когда вы действуете, исходя из интересов общества, а не только из личных предпочтений, например, владельцев бизнеса. Что же нужно сделать, чтобы построить вот такое вот КСО, корпоративную социальную ответственность, эти программы в своей компании? Ну, для начала принять решение, что вам это интересно, что вы хотите это делать. Во-вторых, я всегда советую все-таки выбирать нишу, выбирать сферу, в которой вы будете нести свет людям, добро людям, исходя из того, что ваша компания делает, и исходя из финансовых возможностей. Потому что все-таки ваша социальная ответственность должна соответствовать и бизнес-модели, и ценностям бренда. Многие вещи вы можете делать про боно, многие вещи вы можете делать, например, предлагая услуги своей компании благополучателям. И, безусловно, если ваша компания, например, занимается строительством, то будет вполне логично, если вы поможете в реконструкции больницы или детской площадке. А если вы занимаетесь производством спортивных товаров, то будете поддерживать команду маленьких спортсменов. Поэтому всегда старайтесь смотреть не на всё сразу, много действительно мест и ситуаций, где мы можем быть полезны, но старайтесь всё-таки выбирать то направление, которое сочетается с вашим бизнесом. Следующее, что нужно делать, это двигаться от простого к сложному. И если вы никогда планово не занимались деятельностью в области корпоративной и социальной ответственности, то постарайтесь начинать с малого. Ну, например, вы можете элементарно перейти на электронный документ оборот или экономить бумагу с помощью двусторонней печати, или начать там сбор, например, лапочек, ртутных градусников, или там сбор вещей, которые отдаются потом на переработку для последующей утилизации. Если вы хотите помогать как бы вещами, помогать какими-то такими материальными активами, нуждающимся организациям, то всегда стоит выяснить, что же им действительно нужно и что они готовы принять. Потому что неоднократно бывали ситуации, когда люди организовывали, например, сборы вещей для какого-то учреждения, но учреждение не могло их принять, потому что по стандартам Санпина она, например, может брать только новые вещи. То есть об этом стоит всё-таки подумать заранее. Ну и действительно начинать нужно с малого, с небольших проектов, но они должны быть регулярными, и постепенно вовлекать в это и ваших сотрудников, и разные подразделения. Следующим шагом – это, конечно, формирование команды. Как минимум у вас должен быть один выделенный сотрудник, который будет этим заниматься полностью или какую-то часть своего времени. Также ведь вам придётся не только координировать усилия вашей компании, ваших сотрудников, но и взаимодействовать с партнёрами, с НКО, с государственными структурами. И как бы с ними тоже нужно вести переписку, получать разрешение, договариваться. И здесь я всегда советую, если вы только вступаете на этот путь, обязательно обращайтесь в профильный НКО. В любом регионе России, в любом городе России, в любой области действует, как правило, несколько некоммерческих организаций, которые занимаются благотворительностью и занимаются поддержкой различных социальных проектов. Есть также чудесный сайт Добро.ру, посвящённый волонтёрству, благотворительности, где регистрируются как частные волонтёры, физлица, так и компании, которые занимаются этой деятельностью. Сходите, посмотрите, там очень много интересных проектов, и я более чем уверена, что вы найдёте там себе товарищей, друзей по вашим ожиданиям, по вашим планам, и вместе вам будет легче. Ну и, собственно, ещё две важные вещи – это разработка плана или даже стратегии, а затем следование ей. Потому что здесь, как мы уже говорили, важна последовательность, важно вовлечение разных стэкхолдеров, разных интересантов в этот процесс, и сделать это можно только на длинном горизонте. Поэтому, как минимум, годовой плат, а лучше стратегия, чего вы хотите добиться на горизонте 3-5 лет, вам необходимо. И вот здесь вот ещё раз обращаю ваше внимание, что внешний контур КСО и внутренние программы должны друг другу равновешивать. Плохо, когда все силы бросают на яркие пиаровские внешние проекты, а социальные потребности сотрудников вашей же компании остаются незакрытыми. Ну, например, им некуда водить детей, у них нет подходящих кружков и секций, или, например, не хватает мест в детских садах. Подумайте об этом. Ну и противоположная ситуация тоже нехороша, когда вы внутри компании построили такой отдельный тёплый рай, но, собственно, плюёте на всё, что происходит за пределами ваших стен. Репутация такой компании, ну, тоже, наверное, будет не очень хорошей. Ну и, конечно, нужно отслеживать эффективность. То есть здесь мне могут сказать, ну, какая может быть эффективность благотворительности в социально ответственных проектах? Очень простая. Вы должны отслеживать, действительно ли помогли ваши усилия решить проблему, над которой вы работали. Начиная от того, попали ли вещи, деньги там, и какие-то иные ваши пожертвования благополучателям, было ли это действительно нужно, а, возможно, им требуется что-то совсем другое. Будете отслеживать отзывы, контакты, обратную связь и со стороны сотрудников, и со стороны НКО, с которым вы работаете. И это позволит вам и выбрать направление, и понять, как наилучшим, самым эффективным образом расходовать свои силы, время и деньги. Ну, наверное, на этом я буду сегодня завершаться. В окончании нашего выпуска скажу, что помимо того, что корпоративная социальная ответственность – это круто, и это как бы признак устойчивого бизнеса, бизнеса, который думает не только о деньгах. Это даёт много всяких других профитов. Во-первых, это очень сильно прокачивает ваш бренд работодателя. Это помогает также и взаимодействовать с госорганами, и с фондами, и с инвесторами. И, конечно, повышать лояльность клиентов и увеличивать продажи. Особенно если вы работаете в B2C-секторе, наверное, вы видели регулярные акции в магазинах, в сети разнообразных кафе, в аптеках, когда те или другие учреждения жертвуют, я не знаю, медикаменты или собирают деньги для какой-то акции. Вот вы заплатили за что-то, и один рубль, например, с вашей покупки идёт на какое-нибудь доброе дело. И здесь уже довольно много таких успешных примеров. Почитайте на сайте Доброва.ру, и вы вполне можете к таким проектам присоединяться. На этом я сегодня заканчиваю. Желаю вам отличных идей для ваших КСО-проектов. Желаю вам не только придумать, но и успешно реализовать их. Ну, а мы с вами на этом сегодня заканчиваем, а на следующей неделе поговорим о том, что такое человекоцентричность. Школа внутреннего коммуникатора представляет HR-блог Анны Несмеевой. Простые и практические решения для внутренних коммуникаций с Анной Несмеевой. Слушайте ежедневно по будням на площадках Яндекс.Музыка, Кастбокс, Эппл-подкаст или Саундклауд. Словом, там, где вам удобно. Обещаем, вы не пропустите самого главного. Где вам удобно. Где вам удобно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова